10 ноября главный профессиональный праздник для всех, кто связал свою судьбу со службой в системе Министерства внутренних дел, кто в любую минуту готов прийти на помощь людям, порой и ценой собственной жизни. Сегодня в России отмечается День полиции. Торжественные мероприятия, приуроченные к праздничной дате, прошли и в Наринмаре. Каким будет бюджет Наринмара? Этот вопрос обсудили в ходе общественных слушаний. Несмотря на экономическую ситуацию и дефицит казны, городская администрация не снижает уровень расходов на аппарат муниципальной власти, но при этом снижает расходы на другие статьи. За плохое обслуживание газового оборудования в домах будут штрафовать, сколько придется заплатить за неисполнение обязанностей, причем не только газовикам, но и обычным гражданам, решили депутаты Государственной Думы. С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. 10 ноября в России отмечают День полиции. Обычай чествовать сотрудников органов внутренних дел идет с 1715 года. Тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка, назвав ее полицией, что в переводе с греческого означает «государство-город». За три с лишним столетия поменялось многое, но традиции поздравлять всех, кто отвечает за правопорядок, в обществе осталось. В управлении внутренних дел по Ненецкому округу праздник начался с торжественной части. Личному составу зачитали поздравления от министра внутренних дел России, генерала полиции Владимира Колокольцева и коллег из других регионов России. Затем руководитель регионального ведомства Олег Яковлев вручил сотрудникам личного состава заслуженные награды, очередные офицерские звания и погоны, почетные грамоты, медали за отличие в службе первой степени. «Прохожу службу в патрульно-постовой службе органов дел 160 полиции. Сегодня был награжден нагрудным знаком «Отличник полиции». Хочу поздравить своих коллег с этим знаменательным днём, днём сотрудника полиции». Этот год для сотрудников полиции был знаменательным. В апреле в федеральном ведомстве провели реформы. В структуру управления вернулись такие подразделения, как миграционная служба и госнаркоконтроль. Параллельно была образована Российская национальная гвардия, куда отошли отдел вневедомственной охраны и подразделения по контролю оружия. В результате преобразований численность штата региональной полиции уменьшилась на 40 единиц и составляет сегодня 420 человек. «Мы всё равно, все структуры, будем работать во взаимодействии. Заниматься будем одними и тем же – это обеспечение безопасности на территории округа. Я думаю, не отразиться на работе изменения, отход от нас с вневедомственной охраной. Думаю, всё будет нормально. Работу мы выполним. Этот день я хочу пожелать всем своим сотрудникам, ветеранам в органах внутренних дел крепкого здоровья, удачи, чтобы было в семье у них у всех благополучно. Да, работа очень сложная, работа ненормированная. Терпение, терпение, ещё раз терпение». А ещё необходимо желание расти и развиваться. Сегодня к сотрудникам ведомства предъявляют высокие требования. Это касается образования и физической подготовки. Поскольку профессия, как и много лет назад, остаётся опасной, необходимо владеть оружием. Стоит отметить, обеспеченность вооружением сотрудников полиции сегодня составляет 87%. В арсенале правоохранителей – как пистолеты ПМ, так и современные образцы – пистолет-пулемёт-2000. «Он предназначен для отдела вневедомственной охраны, для ведения боя на короткое расстояние. Характеристики также оборудован специальным фонарём, подсветкой и лазерным целеуказателем. Стоит и на вооружении, и у определённых подразделений другое оружие, которое здесь представлено, как и автоматы калашников, так и снайперские винтовки». Использовать оружие по назначению должен уметь каждый сотрудник полиции. Для этого проводятся учения, где отрабатывают навыки стрельбы как мужчины, так и женщины. Среди них и Юлия Гаврюшина. В органах внутренних дел работает уже добрых 12 лет. За это время успела стать мамой троих детей и выработать в себе черты характера, без которых в полиции сложно работать – дисциплинированность, ответственность, целеустремлённость. «Сказалось, такая романтика какая-то своеобразная. Не думаешь о трудностях. Ну что тогда лет-то не так же много было. Всё интересно. Со временем становишься жёстче на такие ситуации. Воспринимаешь уже не так. Может быть, это, говорят, профессиональное выгорание. Там где-то такое. Ну, стараешься относиться к этому более абстрактно. Потому что если всё через себя невозможно пропускать, тогда в этой системе работать невозможно». Полиция с каждым годом становится ближе и понятнее населению. Как доказательство – победа Стаса Шестарёва во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2015». Капитан полиции работает участковым в посёлке Каратайка, жители которого активно поддерживали и позволили заработать высокий индекс доверия. Сегодня работа в полиции – это не только охрана правопорядка, но и общественная активность. Ежегодно стражи порядка участвуют в спортивных состязаниях, различных проектах. Среди последних – федеральный конкурс детских рисунков «Мои родители работают в полиции». По количеству участников и содержанию рисунков можно сделать вывод – образ полицейского в регионе остаётся положительным. Администрация Ненинского округа будет сотрудничать с профильным агентством по привлечению инвестиций в социальную сферу. Проект соглашения о сотрудничестве одобрен на заседании администрации. Сотрудничество предполагает развитие государственного частного партнёрства в регионе в различных сферах, в том числе социальной, образовательной, культурной. Механизм взаимодействия предполагает, что агентство при участии органов власти округа будет разрабатывать проекты по обновлению социальной инфраструктуры, а также привлекать в ней бюджетные источники финансирования данных проектов. Кроме того, агентство готово содействовать передаче непрофильных функций социальных учреждений частным операторам, что позволит оптимизировать расходы бюджетных средств и повысить качество предоставляемых услуг населению. На данный момент автономная некоммерческая организация агентством инвестиций в социальную сферу сотрудничает с 30 регионами России. Предполагается, что после подписания соглашения представитель администрации округа войдет в состав регионального совета агентства. Более одной трети собственных доходов бюджета Наринмара в 2017 году будет направлено на содержание органов муниципальной власти. Такие цифры озвучили на публичных слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Несмотря на экономическую ситуацию и дефицит казны, городская администрация не снижает уровень расходов на аппарат муниципальной власти, но при этом снижает расходы на другие статьи, например, ЖКХ и социальную политику. С таким положением вещей в корне не согласны депутаты горсовета. Мнение сторон выслушала Ирина Цепетова. Проект городского бюджета сформирован на трехлетний период. И, как отметила заместитель главы администрации по экономике и финансам, Елена Кислякова, сверстан с учетом мер жесткой экономии и оптимизации финансовых средств. Основные параметры бюджета на следующий год выглядят следующим образом. По информации Елены Кисляковой, в общей структуре доходов городского бюджета собственные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений составят чуть более 626 миллионов рублей, что на 10 миллионов меньше, чем в текущем году. Остальные средства в размере порядка 80 миллионов поступят в городскую казну в виде безвозмездных поступлений. Итого доходов на сумму 708 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году плановые доходы городского бюджета составляют порядка 775 миллионов. Налицо снижение доходной части, а значит, нужна оптимизация. Но начали, как говорится, не с себя. Второе место по величине расходов занимает решение общегосударственных вопросов или попросту содержание аппарата муниципальной власти. На эти цели из бюджета 2017 года направят более 1 трети собственных доходов или более 230 миллионов рублей. Для сравнения, на сферу ЖКХ в следующем году направят порядка 254 миллионов. Около 40 миллионов на решение социальных вопросов. Депутаты горсовета продолжают задавать администрации резонный вопрос, когда произойдет снижение расходов на содержание муниципальной власти. Первая сторона – это прямое сокращение. Вторая сторона – это ведь и выплаты и так далее. Поэтому необходимо взвешивать все. И третья сторона еще у нас – это выполнение функций. С тезисом о выполнении функций, а точнее о том, что сокращение скажется на качестве их выполнения, депутаты также в корне не согласны. По словам депутата горсовета Людмилы Ульяновской, с переходом полномочий в округ количество функций городской администрации резко сократилось, а штат при этом остался прежним. Очень много тратится денег фактически на пустые структуры. Целое управление городского хозяйства и градостроительной деятельности – 22 человека. Они только контролируют, можно сказать, работу чистого города и МКУ. И у них там в штате сидит 22 человека. Раньше в городе всегда существовал отдел градостроительной деятельности. Ну, может быть, трех человек мало, но пять человек – это не 22. И вот за счет этого, конечно, были бы очень большие сокращения. И потом, если даже проведены какие-то сокращения в аппарате администрации города, больше того, взято работающих по контракту. Кроме того, сокращение расходов на муниципальную власть – это в том числе и сокращение фондов оплаты труда муниципальных служащих, о котором городские депутаты твердят с июня. Напомню, решение этого вопроса повисло в воздухе из завета, наложенного мэром Татьяной Федоровой. Между тем, фонды оплаты труда госслужащих сокращены до 37,7 окладов в год. Муниципалы, согласно проекту бюджета, остаются с 48 окладами, что в принципе противоречит федеральному законодательству, отмечает Сергей Сверидов. Я лично буду обращаться в прокуратуру, чтобы прокуратура рассмотрела этот вопрос. К сожалению, опять же, скажу, что на сегодня задавал вопрос, будут ли администрации предпринимать меры для того, чтобы соотношение зарплаты было с государственными служащими одинаковыми. Я не услышал четкого ответа, что даже не сказали, что этот вопрос рассматривается. То есть у меня сложилось впечатление, что это не будет рассматриваться. И вот этот бюджет на 2017 год и плановый, 2018 и 2019, подтверждает, что зарплата на содержание органов местного самоправления и вообще в принципе расходы, они сохраняются в прежнем размере. И я больше скажу, они сохраняются и по результатам 2015 года. Если возьмем 2015 год, и когда еще полномочия были в городе, а сегодня мы знаем, что они ушли в округ, то никакого сокращения не происходит ни самих служащих, ни содержания зарплаты на этих служащих. По словам Сергея Сверидова, такое бездействие у муниципальной власти приведет к выпадению порядка 150 миллионов рублей из городского бюджета. Так или иначе, но большинством голосов проект бюджета на трехлетний период был поддержан. Справедливости ради отмечу, что 90% участников публичных слушаний были муниципальные служащие городской администрации. Согласно порядку, дальше проект бюджета ляжет на стол главе Наринмара, а затем будет направлен на рассмотрение депутатов. Госдума одобрила во втором чтении поправки о штрафах до 400 тысяч рублей за плохое обслуживание газового оборудования в домах. Депутаты напомнили, что сразу несколько случаев взрыва бытового газа произошло в городах России в последнее время. Так что пора, наконец, обратить внимание на профилактику таких катастроф. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы за ряд нарушений, которые могут привести к взрывам газа в жилых домах. В частности, ответственность устанавливается за нарушение требований к качеству, строку, периодичности, работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Штрафовать будут из-за уклонения от заключения договора о техобслуживании такого оборудования. Авторы также призывают наказывать граждан за отказ пускать сотрудников специальных организаций для техобслуживания и ремонта газового оборудования. Ответственность грозит и уклонистам от замены неисправного оборудования. За перечисление правонарушений авторы предлагают штрафовать граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, должностных лиц в объеме от 5 тысяч до 20 тысяч, юридических лиц в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Для рецидивистов штрафы возрастут в два раза. Если же такие действия приведут к аварии или создадут угрозу жизни или здоровью людей, то административный штраф подскочит в разы. Ненинский округ присоединится к Всемирной неделе предпринимательства. В ее рамках состоятся встречи предпринимателей и представителей власти, мастер-классы для молодежи. Ключевым событием станет открытие Центра развития бизнеса. Они сделали себя сами. В преддверии недели предпринимательства мы расскажем вам о бизнесменах Ненинского округа, чей опыт с уверенностью можно назвать успешным. Первым героем стал король гостиничного бизнеса Анатолий Курленко. Ненинский округ присоединится ко Всемирной неделе предпринимательства. Она пройдет с 14 по 19 ноября во всех регионах страны. В Наринмаре пройдет ряд мероприятий, которые будут интересны как начинающим, так и уже опытным предпринимателям. Начнет череду событий открытие Центра развития бизнеса. В его состав войдут фонд поддержки предпринимательства, Ненинская лизинговая компания и бизнес-инкубатор, благодаря которому у предпринимателей появится возможность на льготных условиях арендовать площади под коммерческий проект. Кроме того, в рамках тематической недели предприниматели встретятся с представителями Управления госзаказа Федеральной антимонопольной службы. В нескольких школах и Ненинско-аграрном экономическом техникуме пройдут встречи на тему «Как достичь успеха». Школьники смогут попробовать себя в роли бизнесменов, сыграв в игру монополия. В течение недели в школах пройдут отборочные этапы, а в субботу, 19 ноября, финальная игра и награждение победителей. Одна из целей этой недели – привлечение жителей региона в сферу предпринимательства. Обстановка сейчас, в общем-то, не самая простая экономическая, поэтому есть люди, которые желают рискнуть и начать свой бизнес. А наша задача – им рассказать, как это делается, мы помочь им это делаем грантами, субсидиями на развитие предпринимательства. Это очередной раз рассказать, что такая возможность есть, пугаться не надо, и те, кто желает, мы всегда готовы помочь. В завершении недели предпринимательства пройдут заседания специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционной и предпринимательской деятельности под председательством губернатора Игоря Кошина. Отмечу, что Всемирная неделя предпринимательства – это широкомасштабный международный проект, охватывающий 150 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи. Сегодня на территории региона зарегистрировано почти 1900 субъектов предпринимательской деятельности, из них 1296 – индивидуальные предприниматели. В преддверии недели предпринимательства мы начинаем серию репортажей о самых успешных бизнесменах Ненецкого округа. Есть среди них и те, кто начал свой бизнес в 90-е годы, но, несмотря на тяжкие времена, смог не только удержаться на плаву, но и приумножить свой бизнес. С одним из таких пообщалась наша съемочная группа. Анатолий Курленко показывает президентский номер гостиницы «Заполярная столица». Этот отель в центре города известный предприниматель приобрел несколько лет назад. Невзначай спросил у директора «Лукойла» Болсон Алексея Ивановича, говорю, Алексей Иванович, продайте гостиницу. Он такой, а ты купишь, что я куплю? Не, серьезно купишь? Куплю. Пиши документы, пиши письмо. Все, написал письмо, и в течение года и трех месяцев согласование всех структур «Лукойла» было принято решение о продаже. На момент покупки Анатолий уже был состоявшийся предприниматель. За плечами реконструкция гостиницы «Авантаж», 22 единицы тяжелой техники и более 15 лет коммерческого стажа. На вопрос, как простой парень из небогатой многодетной семьи смог добиться такого успеха, Анатолий Курленко отвечает просто – помогла любовь к труду. Собирал бутылки по лесу и сдавал их на пункт приема стеклотар. То есть это, если предпринимательство называть, то это 8-9 лет я занимался такими вещами. Очень нравились труды в школе. Потом перешел, закончил училище, перешел работать в предприятии. И какую-то цель для себя ставил, чтобы быть не хуже, чем другие, работать, скажем, достичь какой-то непосредственной цели. И, конечно, от этого и проявлялся такой, скажем, трудоголик Анатолий, который никогда… Надо, значит, надо, да, необходимости. То есть вопрос никогда не стоял во времени, то есть надо и все. Как признается хозяин Заполярной столицы, такого успеха он добился благодаря поддержке любимой жены Оксаны. Она его правая рука не только в семье, но и в бизнесе. Люди на мне. Люди однозначно это на мне, да, он даже и не принимает ни резюме, ничего. Но это отдельная история. С опытом немножечко начинаешь людей читать, что называется, психологию какую-то, понимать. Кроме персонала Оксана Георгиевна отвечает и за хозяйственную часть. Обеспечивает гостям комфортные условия. Помогает вести бизнес и дети. Их у Анатолия Григорьевича трое. Дети начинали у нас работать на монтаже с официантов, поварами, грузчиками. Прошли, скажем… Ну, им нравится. Да, им нравится, да. То есть в этом году они работали у нас в Заполярной столице помощниками поваров. Готовили завтраки, выдавали завтраки. Ну, старше. Да, старше, само собой, Генея Балача. И как бы они с удовольствием. С удовольствием, подъем в пять утра, спокойно это воспринимался, да. Вот такие они люди бизнеса. Рано встают, поздно ложатся, работают, не жалея себя. Легко никогда не будет, то есть ниши очень скользкие, то есть начинать всегда очень легко. То есть есть идея, зарядился, пошел, но когда ты спотыкаешься один раз, два и три, то есть желание, конечно, бросить. Но перепалить вот это желание нужно обязательно и двигаться дальше. Иначе, ну, упав, то не поднимешься. Как обычно, вход бесплатный, не малый и средний бизнес, а выход платный. Несмотря на ряд трудностей, которые возникает в работе любого бизнесмена, Анатолий Курленко – оптимист, который успевает за 24 часа в сутки быть не только хорошим мужем, заботливым отцом, успешным бизнесменом, но и общественным деятелем. Он готов поделиться ценным советом с начинающими предпринимателями, устроит благотворительный праздник для детей из детского дома или школы-интерната. В общем, жить не только для себя, но и окружающих. Впереди у него большие планы. Тонкий лед – опасность для жизни. Резкое потепление, шквальный ветер и дождь разрушили и без того непрочное ледовое покрытие на водоемах округа. Несмотря на это, смельчаки продолжают выходить и выезжать на лед. Среди таких и есть первые пострадавшие. Штормовой ветер, который обрушился накануне на Ненецкий округ, и резкое потепление привели к гололеду на проезжей части и тротуарах. Наступившая оттепель представляет огромную опасность и на неокрепшем льду водоемов. В связи с резким повышением температуры воздуха, прочность льда существенно снизилась. Места, где еще вчера можно было без опаски ходить группами, сегодня уже не выдерживает вес ребенка. Особую опасность представляет собой судовой ход, оставленный кораблями, недавно заходившими в порт Наринмара. Вчерашняя метель запорошила след и заметить его практически невозможно. Сегодня утром был провал снегохода, слава богу, обошлось без жертв. На место выехал судно на воздушной подушке со спасателями. Также для организации безопасности проводится патрулирование береговой линии силами спасателей и инспекторами центра ГИМС. На лед можно будет выходить после того, как он составит 10 сантиметров и когда будет продолжительное время отрицательная температура, где-то в районе минус 20 градусов. Когда лед достигнет толщины 30 сантиметров, уже можно будет выезжать на технике. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах спасателями и инспекторами центра ГИМС организовано патрулирование береговых линий. Также инспекторы ГИМС проводят лекции в учебных заведениях округа, в которых рассказывают об опасности выхода на неокрепший лед. Напомню, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщите по телефону 01 или 112. И на этом пока все. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.